В начале сотворения всесильным неба и земли, когда земля была пустая, нестройна, и тьма над бездной, а дух всесильного парил над водою, сказал всесильный, да будет свет, и стал свет. И увидел всесильный свет, что он хорош, и отделил всесильный свет от тьмы, и назвал всесильный свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, день один. Вот в этом первом отрывке говорится о каком-то свете, который вдруг разделил день и ночь. То есть мы тут сталкиваемся уже с каким-то маленьким парадоксом. О чем же на самом деле говорится? Говорится о том, что высший свет, то есть это высшая сила, свойство которой отдача и любовь. Абсолютная отдача и абсолютная любовь. То есть это сила сама по себе абсолютна. Она по себе не имеет никакой собственной личной потребности, а только для того, чтобы положительно отдавать, влиять, наполнять. Вот эта сила, ввиду своего вот этого вот свойства, отдавать и наполнять, любить, она и создала творение. А что она могла создать? Что же это за творение? Если это сила отдачи, то она создала силу получения, желание получать. Вот эту любовь. Да. И вот эти два желания, они существуют в творении. Желание отдавать, это называется творец, и желание получать творение. Вот эти два желания, они одно создало другое, и вот они вместе существуют. Одна в другом. Одна сила в другой силе. Сила света, творца, создает на себя как бы оболочку силу получения, творения, желание получать, желание наслаждаться тем, что исходит от творца. Вот эта вот практически конструкция, она и есть все творение. И все, что потом говорится, говорится о связи между ними, какие между ними существуют всевозможные отношения. Это и есть вся картина мироздания. Ничего больше нет. Только эти две силы. Дело в том, что когда высшая сила создает нас, то есть желание получать, у нее есть программа. Для чего она создает это? Потому как изначально замысел творения в том, чтобы создать творение, чтобы его насладить, такое свойство высшей силы, свойство дачи любви. То получается, что создавая творение, недостаточно просто создать его, как желающий наслаждаться. Надо довести его до состояния абсолютного наслаждения, абсолютного наполнения. Такого совершенства, как и сам творец. А как это можно сделать? Значит, надо дать этому творению возможность развиться, определиться, самому захотеть, пожелать быть таким, как творец, и самому этого достичь. Тогда самостоятельным своим развитием это первоначальное желание, оно достигнет само своего совершенства. И так далее, что оно сможет его и ощутить. Вот это и наявляется программой творения, и его окончательным замыслом. И все, что происходит затем вместе с нами во всех высших мирах и в нашем мире до конца всего творения, это исполнение этого замысла.